Всем привет! Меня зовут Кирилл, вы на канале Автоостров. Сегодня поговорим про аэродинамику автомобиля. А знаете ли вы, что мешает автомобилю бесконечно разгоняться? Это сопротивление воздуха. Даже тачки 1000 лошадиных сил типа Bugatti Veyron имеют максимальную скорость примерно 400 км в час. А дальше вся мощность уходит именно на сопротивление воздуха. Проблема также в том, что сила сопротивления воздуха зависит от квадрата скорости. То есть при изменении скорости от 100 км в час до 300 км в час, сила сопротивления возрастает в целых 9 раз, Карл. Также вы должны понимать, что сила сопротивления воздуха зависит от конструкции автомобиля. А именно от площади лобового сопротивления, а также от коэффициента аэродинамического сопротивления. Я надеюсь, что вы понимаете, чем меньше эти параметры, тем лучше. Коэффициент аэродинамического сопротивления определяется с помощью или аэродинамической трубы, или же с помощью компьютерного моделирования. Я думаю, все видели, как в аэродинамической трубе происходит обдувка машин. Но самым современным способом определения коэффициента аэродинамического сопротивления является компьютерное моделирование. С помощью мощных компьютеров и методов численного моделирования именно на стадии проектирования оптимизируется форма автомобиля. Кстати, я лично участвовал в одном проекте по моделированию большегрузных автомобилей. Дело в том, что есть автомобили с двумя прицепами. Так вот, между этими прицепами можно устанавливать специальные дефлекторы, которые снижают аэродинамические потери и таким образом снижают расход топлива. Если вернуться к легковым автомобилям, то у современных авто коэффициент аэродинамического сопротивления составляет примерно 0.4-0.35. Чтоб вам было понятно, обычная капля имеет коэффициент аэродинамического сопротивления равный 0.04. Поэтому автомобили, которые имеют плавные формы и похожи немного на каплю, будут иметь такой же низкий коэффициент сопротивления. Любопытно, что раньше проектировали более каплевидные кузова для автомобилей. Помните ту же победу, какой у нее был плавный кузов. А теперь позвольте представить рейтинг современных автомобилей по самому низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления. Сразу хочу оговориться, что красивые автомобили с плавными формами, скорее всего, будут иметь низкий коэффициент сопротивления. А вот грубые такие угловатые машины типа Гелика будут иметь высокий коэффициент сопротивления. Самыми худшими аэродинамическими качествами обладают машины, которые похожи на кирпичи. Ну типа Нива, типа ВАЗ, старые модели, Гелендваген, Хаммер, ну и остальные паркетники. Ну а лучшие аэродинамические характеристики показывают более плавные автомобили. Обычно это седаны, у которых имеется именно багажник, поскольку автомобиль не заканчивается резко, а есть такая плавная переходная форма. Это всевозможные модели Audi, Mercedes, BMW, Alfa Romeo и так далее. Но самым низким коэффициентом аэродинамического сопротивления обладает сейчас Tesla Model 3. Из этого можно сделать условный вывод, что имеет плавные и красивые формы, то имеет низкое аэродинамическое сопротивление. Хотя Гелик тоже по-своему красив. Теперь давайте поговорим про спойлер. Многие даже не догадываются, зачем на самом деле нужен спойлер на крышке багажника. Некоторые думают, что это просто декоративный элемент. Но на самом деле спойлер предназначен для снижения аэродинамического сопротивления, то есть для снижения расхода топлива. Допустим, это конец нашего автомобиля, то есть крышка багажника. Так вот, после нее происходит завихрение потока воздуха, которые увеличивают аэродинамическое сопротивление и увеличивают расход автомобиля. Но если здесь на крышке багажника поставить спойлер, то поток воздуха идет как бы плавно и снижается уровень вот этих завихрений. При этом снижается аэродинамическое сопротивление. Чтобы вы понимали, на правильно спроектированном спойлере и на высоких скоростях достигается снижение расхода топлива до 5%. Увы, большинство спойлеров, которые мы видим, являются декоративными. Они слишком толстые и располагаются на неправильном расстоянии и неправильными углами. Спортивные же, профессиональные спойлеры, которые снижают аэродинамическое сопротивление, а также прижимают машину к земле, скажем так, являются тонкими и устанавливаются на определенных, так скажем, расстояниях и углах. Раз мы уже заговорили про спойлеры, то вторым назначением спойлера является создание прижимной силы. Прижимная сила, по сути, прижимает автомобиль к поверхности дороги и позволяет ему эффективно тормозить. В доказательство этому посмотрите ролик про Bugatti Veyron, где на разных скоростях задний спойлер меняет свой угол для создания как раз-таки этой прижимной силы. Кроме того, грамотно спроектированная аэродинамика автомобиля позволяет снижать уровень шума, который возникает на высоких скоростях от потоков воздуха. Надеюсь, это понятно. И еще одной функцией аэродинамики является снижение уровня загрязнений кузова. Кто бы мог подумать? Оказывается, есть автомобили неудачно спроектированные, у которых от колес все летит на кузов, а есть грамотно спроектированная аэродинамика, где загрязнение от колес и от поверхности дороги минимально попадают на кузов. Кстати, есть такой автомобиль МАЗ, так вот у него есть такие черные дефлекторы на кабине. Они как раз-таки созданы для того, чтобы грязь не попадала на кузов. И последний любопытный момент. Оказывается, спортивные автомобили, неграмотно спроектированные с точки зрения аэродинамики, могут летать. Не верите? Вот вам видос. И финальный вывод. Раз мы живем на планете, у которой, оказывается, есть атмосфера, то хотим мы или нет, мы должны считаться с аэродинамикой. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Если у вас остались какие-то вопросы, замечания или предложения, обязательно пишите это в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всего вам доброго. До новых встреч.